Музыка Все ждут бассейна. Бассейн. Экскурсию ждете? Да. А какую экскурсию ждете? Зоопарк. Я очень жду, чтобы нас отвели куда-то в город, показали что-нибудь интересное. Я посмотрела по картам, тут есть Дом искусства, и я хочу, чтобы нас туда сводили. А вы уже все раззнакомились? Да. А ну расскажите нам, как вас зовут всех. Я Тоня. Я Лиля. Кирилл. Аутян. А ты? Карина. А Толик. Поехали. София. Алла. Яик. Я. Дарина. Рома. Ла. Назар. Что? Имя. Имя. Данил. Для нас самое главное – это отраслевая солидарность. Мы очень хорошо помним, что развитие горно-химического комплекса нашей страны в свое время зарождалось при помощи специалистов, приехавших в том числе из Донбасса. Кстати говоря, из пяти руководителей рудоуправлений на сегодняшний день на Беларусь-Калий двое – уроженцы Донбасса. И поэтому это понятно, что не осталось незамеченным эта проблема. И сегодня дети получат прекрасную возможность пройти оздоровление, получить отдых в одном из лучших детских оздоровительных учреждений республики. Оно называется «Дубраунд». Ощущение нормальное. Но мне очень понравилось именно в поезде, потому что там иногда качают в стороны и иногда даже остановки бывают, но ненадолго. А в автобусе так на три часа застрял и все. Дорога в целом нормальная. От лагеря я жду отдохнуть от своего младшего брата, потому что мама меня всегда заставляет с ним сидеть. В Минске я хотела увидеть белорусов. Ну, сначала произошел звонок в среди ночи. Мама, я в больнице. Мама поехала в больницу, ребенок был желтого цвета. Уже, в принципе, живой труп был. Был решен в этот момент вопрос отрезать ногу. На следующий день я приехала, было сказано отрезать вторую. Вот если бы я не приехала ночью, то уже бы вы его здесь бы и не видели. Естественно, за вторую ногу я взялась, не отдала ее отрезать. Мы искали очень долго выхода у себя, но специалистов не хватает. Вот я обратилась к ребятам, к Юле и к Диме Казаковым. Я говорю, ребят, что делать будем? Пацана надо спасать. Вот пацан со спасенной ногой. В тот момент, пока он лежал в больнице, он расписался там со своей прекрасной беременной женой. Как раз, когда его сюда привезли на лечение, мы там родили ребенка. И вот теперь семья наконец-то воссоединилась. Мы ехали, малек всю ночь не спал, Пашка всю ночь не спал, наплакались. Поэтому это что касается Паши. Есть еще очень большой, замечательный повод того, что я здесь снова делаю. Не только же я ведь Пашину семью привезла. Сколько, Дмитрий Николаевич, времени прошло? Года не прошло. Как мы познакомились, встретились, как Дмитрий Николаевич Швайба сказал мне, запиши мой телефон, у тебя теперь есть друг Дима. Мы просто переговорили о том, что как бы можно было детей из ДНР привозить в неканикулярное время в наш лагерь профсоюз. Думали про 100 человек, потом цифра выросла до 300, вот сегодня приехала компания 350 человек. Сегодня 150 человек, 200 уже едут следом за нами. Следующая компания 350 и еще третья смена 350. То есть мы планировали 100, а с Божьей помощью, с помощью замечательных таких людей, как профсоюзы Дмитрий Николаевич, как Казакова Юля и Дима, как Алексей Константинович Талай. Держимся, посмотрите, каких классных малышей. Очень много привезли детишек усыновленных, очень много привезли детишек с Петровского района, очень много детишек привезли, которые кроме слова «война» не знают больше ничего, к сожалению. И что самое главное, основной упор мы сделали на детей 6-9 лет, потому что вот все лето, всю осень, с начала спецоперации вывозили в основном детей старше 10. А этот сегмент остался нетронутым. А вот благодаря, опять же, вот таким вот людям, эти маленькие детки, которые тут чуть вагон не перевернули от счастья, едут сюда, в такое прекрасное место. Поэтому я низко кланяюсь вашей замечательной земле. Спасибо вам. Я надеюсь, что это все равно только начало какого-то огромного проекта, который просто будет набирать и набирать обороты. Низкий поклон вам, наши дорогие братья Беларуси. А, как я залазь, здорово, это не слышим. Ну, в общем, было весело, на самом деле, очень хороший персонал, вот, в поезде доехали хорошо. Немножко, ну, как бы, дорога все равно для малыша очень тяжелая, ему всего лишь месяц, конечно, ему тяжело, так, более-менее, никто не жаловался, все хорошо. А как у вас все свои впечатления, вот, сегодня увиделись, как у кого-то, пока нет таких? Рады, конечно, рады, потому что давно не виделись, два месяца прошло, а теперь вот мы вместе. Сейчас приедем домой, разберемся, все хорошо. Здравствуйте, я, меня зовут Назар, я из Донецка, я первый раз ездил в поезде, я вообще первый раз в Белоруссии. Я очень благодарен Алексею Талаеву, спасибо ему огромное за то, что он оплатил поездку. Я живу в Петровском районе, станция Мандрикино. Когда прилетела к моим соседям, мой родственник ходил им помогать и подорвался, ему оторвало ногу, ему сразу же оказали первую помощь медицинскую. Его отвезли в больницу, ампутировали ногу, сейчас все с ним нормально. О себе могу рассказать то, что я целый день дома, по двору не хожу, вообще нигде не хожу, не выпускают. И еще вот это, иногда бегаем в подвалы. Прячьтесь. Да, прячемся в подвалы. И так, да, и все. Слушай, а вот в лагерь ты приехал, ты что от лагеря ждешь? Я жду от лагеря, что покупаться хочу, потому что в Донецке нет воды из-за обстрелов. Я хочу повеселиться, отдохнуть от войны. Мы не первых детей привозим. Просто так масштабно получилось, вот благодаря Белкалию, благодаря тому, что, ну как-то, благодаря союзному государству. Спасибо огромное главе нашего государства, главе Российской Федерации. Вот на этом уровне, благодаря взаимодействию с многими нашими там партнерами, профсоюзами, друзьями, вот получился такой масштабный проект. Для деток очень обширная программа. Цирк, там викторины разные. Ну просто дети, вообще, ну по идее был это такой проект, детям приехать отдохнуть от войны. Потому что детки едут из освобожденных территорий, детки едут некоторые инвалиды, из малообеспеченных семей, дети-сироты. И они, ну элементарно, даже просто горячей воды очень давно не видели. Побыть здесь в тишине, подышать свежим воздухом, отдохнуть от взрывов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова